Замечательно. Здравствуйте, меня зовут Влад, я работаю в компании Anwar Devices. Мы разрабатываем различные радиорешения, радиорешения разные от больших линков на лора, где от конечного устройства до базовой станции нескольких километров, до маленьких межсетей, в том числе для умного дома, например, где между устройствами может быть меньше метра. Тут, надеюсь, все представляют, что такое умный дом. Поднимите руки, кто не представляет. Понятно. Я могу пропустить этот слайд. Если кратко, то умный дом на радио немножко отличается от проводного. Батареечным питанием, тем, что надо поддерживать связанность сети. По проводу сигнал пройдет всегда, по радио он может не пройти. Расскажу тогда про другой проект тоже, но на не очень больших линках. То есть там вся сеть занимает эти нескольких километров между устройствами, порядка 200 метров может быть. Система управления наружным освещением – это система диспетеризации для обычных уличных фонарей. С этих уличных фонарей можно получать статистику, то есть время наработки, температуру, текущую мощность, сообщение об отказах этих светильников. Это помогает их обслуживать в том плане, что не нужна бригада, которая ездит вдоль шоссе, а просто оператор в своей диспетчерской получает сообщение, что фонарь 123 перестал работать. Бригада культурника к нему, именно к нему выезжает, заменяет его, и все хорошо. Умный дом и… Ну, я на самом деле погнал слишком быстро. Все, что я рассказываю, это я рассказываю про межсети. Я занимаюсь межсетями. И умный дом, и система управления наружным освещением сделаны на межсетях, на одних и тех же практически устройствах, но у них есть различия. У умного дома все устройства расположены очень компактно, буквально внутри одной квартиры. У системы управления освещением они растянуты в цепочку вдоль трассы, и длина этой цепочки может составлять и километры, и два, и три. Для умного дома принципиально быстрота реакции конечных устройств с актуаторами. Если вы нажали кнопку, у вас должен сразу включиться свет. Для осума, как правило, не требуется вот сейчас прям включить вот этот светильник. Гораздо важнее, чтобы эти светильники все включились сами и по расписанию. У умного дома много устройств на батарейках. Это какие-то датчики температуры, это выключатели, которые могут не принимать команды для себя или принимать их с большой задержкой, но они просто обязаны работать какое-то довольно большое время от батареек. То есть это как минимум год. Вы не хотите менять батарейки в своем выключателе каждый месяц. В Asuna, что логично, питание есть всегда. Там есть сеть 220, от которой питается фонарь, и, соответственно, блок питания, который питает наше устройство. В умном доме, в принципе, немного устройств сети. То есть это 20-30. В Asuna это может быть до 200 фонарей в цепочке. Поэтому я кратко обрисовываю, про что я буду рассказывать дальше, чтобы вы имели представление, чем эти системы отличаются. Межсети ячейстые мы строим на основе стандарта SixSlowPan. Стандартов ячейстых сетей вообще есть несколько. Есть ZigBee, есть TheWave, есть SixSlowPan, SixSlowPan. Это такой очень общий стандарт, под который можно подогнать очень много всего. Можно разрабатывать свои, чем мы и занимаемся. Физический уровень сети стандарта SixSlowPan – это 802.15.4. На этом же стандарте построен TheWave. Это радиопередатчики на 800 МГц или на 2.4 ГГц. Та же самая частота, что и Wi-Fi. Сетевой уровень – это немножко видоизмененный IPv6. Немножко видоизмененный он из-за того, что у полноценного IPv6 довольно длинные заголовки, и они просто не вмещаются в маленький пакет, занимают там слишком много места. Поэтому для SixSlowPan заголовки IPv6 сокращены. Сетевой уровень – это IPv6. Там еще есть некоторые протоколы для маршрутизации составления сети. То есть после запуска некоторые устройства должны найти друг друга в сети, и для этого есть специальный протокол. Транспортный уровень – это УДП. Почему не TCP? Потому что маленькая скорость очень у сети. Очень большие накладные расходы на открытие соединения TCP. Надо отправить туда, надо отправить обратно. Поэтому в основном все используют УДП. Уровень приложений наш собственный. Мы не стали там ничего особо изобретать. Точнее, мы изобрели все. Мы не стали поддерживать какие-то существующие решения, просто потому что их нет удовлетворяющих нашим каким-то требованиям. Как я уже говорил, SIG Slow Pan имеет отличие от компьютерных сетей. Даже если взять совершенно наиболее похожий пример Wi-Fi-сеть в вашей квартире, оно все равно очень отличается, несмотря на то, что работает на точке частоте. Скорость передачи очень маленькая. Обычные скорости передачи – это 50 килобайт в секунду. И причем эти 50 килобайт – это не скорость передачи данных, а это скорость канала. В этом канале еще ходит служебная информация о сети. Плюс накладные расходы. В общем, да, вся служебная информация. Это межсеть. То есть как у нас происходит передача данных от одного устройства к другому в случае Wi-Fi-сети. Мы передаем данные на роутер по схеме звезда. Роутер отправляет другому устройству. В случае межсети мы не можем отправить данные сразу на роутер. Мы его можем не видеть. Он может быть не в нашей зоне радиовидимости. Зато мы видим вот 2-3 устройства, которые тоже не могут отправить данные на роутер, но которые видят другие устройства. Поэтому мы ищем устройство, которое говорит, что оно имеет где-то там по цепочке подключение к координатору, к роутеру. И отправляем данные ему. Оно отправляет их дальше по цепочке. В связи с чем возникает третий пункт. Так как у нас гораздо больше точек отказа, и мы никак не можем повлиять на эти устройства. Оно стоит себе и стоит. Когда оно сломается, никто не знает. То возникает проблема, что некоторое устройство может взять и выпасть из сети. В этом случае приходится системе перестраивать маршрут в обход этого устройства, задействуя какие-то другие каналы. Внутри самих устройств это микроконтроллер на основе техасовский микроконтроллер Texas Instruments серии CC1310, CC2650. Это новые 32-битные контроллеры на основе IDRA Cortex-M3. Правильно я сказал? Да. Это ARM Cortex-M3 с довольно таким серьезным фаршем. У них 120 килобайт, 128 килобайт внутренней памяти, 20 килобайт оперативки. Для меня это очень хороший и жирный фарш. Мне кажется, те, кто с микроконтроллерами дела не имел, сейчас недоуменно на меня посмотрят. Более того, у них есть не только основное ядро, у них есть дополнительное ядро, которое занимается всем, что связано с радио. Ему просто отправляются данные, оно их отправляет в эфир. Всем этим оно занимается само в отрыве от основного ядра. Поэтому у нас остается достаточно много процессорного времени для запуска своей маленькой операционной системы. И более того, у них есть еще одно маленькое ядро, которое можно запустить на обработку прерываний, на получение каких-то данных, на обработку сенсорных кнопок и так далее. Тут мне стыдно немножко показывать. Это одна из самых первых версий устройств для умных домов, собранная буквально на коленке из конструктора. Но в принципе можно понять, что сам контроллер, под ним плата с двумя релюшками и блок питания. Собственно, все, что нужно для устройства, которым управляют в умном доме. И мы переходим к самому интересному. Операционная система. Операционная система называется Кантики. Операционная система разработана в Шведском институте компьютерных наук, если я правильно его перевел. Операционная система имеет свои особенности. Но на самом деле это не то, что обычно называют операционной системой, потому что это не Linux. Это по сути RTOS. Реал-таймовая операционка, которая не сильно, в общем-то, отличается от программы. Ее даже можно при определенной доле везения собрать как программу для Linux и там запустить. То есть там достаточно мало кода по сравнению с какими-то взрослыми операционками. Однако там есть приложение, там есть потоки, между ними нужно переключаться. Это хорошо, это удобно. Однако из-за того, что это университетская разработка, но на сторонних разработчиков они, мягко говоря, плюют. Поэтому то, чем я занимаюсь последние полгода, это программная археология. Я пытаюсь понять, чем думали разработчики, когда писали эту операционку. И пытаюсь согласно этому представлению понять, что мне надо сделать. Надевайте каску археологов, берите в руки лопату и поехали. Когда мы делали умный дом, перед нами, конечно же, встала задача сделать устройство с питанием от батарей. У вас выключатель на стене висит. Весь прикол радиоустройств в умном доме – это то, что нам не надо вести провод к каждому выключателю. Мы можем взять маленькую коробочку, вставить там маленькую батарейку и прилепить ее на стену на скотч. И он у нас будет работать. Если мы передвинули кровать, мы просто отлепляем старый выключатель, выключатель из старого места, прилепляем на новый. Все хорошо. Устройство с питанием от батарей – это довольно важная часть умного дома. Собираем, прошиваем, измеряем питание, ток потребления. Ток потребления нас не устраивает. С таким током потребления у нас маленькая батарея, CR2-32, садится где-то за месяц. Нам грустно. Мы закапываемся кодом. Оказывается, разработчики операционки придумали такую хорошую вещь. На самом деле не только они придумали. Она, в общем-то, лежит на поверхности. Вещь называется рабочий цикл радио. Суть в чем? Наиболее затратная, как это ни странно, это прием сообщений. Потому что, когда скорости у нас достаточно большие, если нам не надо гнать гигабайты, то мы можем очень быстро взять и отправить данные. Отправить данные – это дешево по затратам энергии. А вот принять, постоянно держать приемник включенным в ожидании каких-то данных, учитывая то, что у нас большинство этого времени, мы просто находимся в режиме ожидания. Мы ждем час, два, три. Потом хоп, нам приходит сообщение. Мы опять ждем. Вот этот процесс ожидания с включенным приемником, усилителем, всем фаршем, он как раз таки и сжирает основную толью энергию. Он ответственный за 90% потребления энергии, если не больше. Что придумали разработчики? Они периодически включают приемник, раз в 100 миллисекунд, в 200, в секунду это можно настроить, и ждут сообщений. Если сообщений нет, они выключают приемник. Включают его через следующий промежуток времени. Если они видят кусок сообщения, то они не выключают приемник и принимают это сообщение. В самом простом виде это вот так выглядит, как на экране, то есть нет синхронизации, а передатчик просто долбит пятью-десятью одинаковыми сообщениями, пока его приемник гарантированно не застечет. Передатчик знает, что приемник включается на прием раз в 100 миллисекунд, допустим, и его задача долбить передающими сообщениями 100 миллисекунд. В какой-то момент приемник точно гарантированно включится и примет сообщение. Есть еще более сложная версия, когда приемники и передатчики за счет каких-то системных сообщений в сети синхронизируют фазу и можно уже не долбить все 100 миллисекунд, а включаться именно в тот момент, когда приемник включается на прием. Однако, я не уверен, чем думали разработчики, когда вот это все делали, потому что даже с учетом этого механизма, даже с учетом этого механизма, загнанного в огромные задержки раз в секунду, он все равно жрет слишком много. У них были те же самые контроллеры, у них были те же самые батарейки. Я не понимаю, какой смысл в этом механизме, если он все равно выжирает батарейку за месяц. Поэтому мы его выключили. Смысл в том, что у нас есть два класса устройств. Первый класс – это, допустим, реле, которое у вас включает свет на кухне. Оно должно сработать быстро. Вы должны нажать кнопку, сигнал должен сразу же дойти до реле, не через секунду, сразу же. Задержки уже в 200 миллисекунд уже некомфортны. Поэтому это устройство должно держать приемник всегда включенным. А есть другой класс устройств с питанием от батарей, которым не обязательно реагировать на пакет сразу же, если у нас кнопка не получит какой-то системной информации вот прямо сейчас. Ничего страшного, как правило, не произойдет. Это просто кнопка. Прикол в том, что, как правило, у первых устройств есть внешнее питание, они чем-то управляют, исключая уж совсем-совсем крайние случаи, типа каких-нибудь кранов на батарее, к которым невозможно подвести питание. у них всегда есть питание. Это релюшки, это диммеры, это какие-то светильники и прочее. У батарейных устройств питания нет, но им и не надо сразу принимать сообщения. Поэтому там есть в Кантике специальный Define, изменяя который, можно изменять механизм, который ответственен за подстройку рабочего цикла радио. Мы просто его выключаем, и у нас радио работает всегда на всех устройствах. Это потребляет еще больше энергии, чем в том примере, который я уже описывал. Но мы же можем выключать и включать радио. Поэтому если мы нажимаем на кнопку и нам надо отправить сообщение о том, что кнопка нажата, мы включаем радио, отправляем сообщение координатору, дожидаемся от него подтверждения и выключаем радио. Все замечательно. Измеряем потребление, оно нас устраивает. Вот у нас, судя по потреблению, оно будет работать пару лет. Возникает другая проблема. Батарейное устройство сначала работает, через некоторое время оно отправляет сообщение координатору, но до него не доходит подтверждения. В чем смысл? Система довольно-таки живая. Она там шевелится, она гоняет свой трафик, она изменяет какие-то свои таблицы. И если устройство видит, что вот это устройство не ответило на несколько его сообщений, то оно считает, что оно выключилось, что оно мертво и удаляет его из своей таблицы маршрутизации. А наше устройство, как мы помним, потому что у него выключена радиочасть, оно находится в спячке, оно никак не может ответить на эти сообщения. Таблица маршрутизации. Что это такое? Ладно, это я потом расскажу. Таблица маршрутизации. Каждое устройство должно знать о… Рассмотрим какую-то ситуацию. То есть, допустим, у нас координатор, который A, хочет отправить сообщение устройству… Нет, 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 вру. Устройство N хочет отправить сообщение координатору. У него есть таблица маршрутизации, в которой записано, что координатор доступен по цепочке, которая начинается с устройства H. Оно отправляет сообщение, предназначенное координатору A, устройству H. Устройство H смотрит свою таблицу. Оно видит в этой таблице, что маршрут до координатора, следующее звено в маршруте до координатора сети начинается с устройства D. Оно отправляет этот же пакет, просто пересылает его устройству D и уже устройство D видит, что у него есть в зоне радиовидимости координатор. Оно отправляет его координатору напрямую. Вот эта таблица, в которой устройство смотрит, а какое будет следующее звено маршруту. Есть таблица маршрутизации. координатор в этой таблице присутствует всегда. Он там присутствует первым номером. Это логично, иначе бы они не могли с ним связываться. Однако у каждого элемента в этой таблице есть время жизни. В данном случае устройство просто видело, что 20 минут ему какое-то другое устройство не отвечало на его сообщение и берет и удаляет его с таблицы. Поэтому мы закопались в код, нашли, где настраивается время жизни этого маршрута и хорошо его так увеличили. С 15 минут до 10 часов. Раз в час наши батарейные устройства просыпаются, даже если с ними ничего не делали, отправляют статусный пакет, отправляют сообщать свою температуру, напряжение на батарее и засыпают обратно. Этого хватает, чтобы остальные устройства получили от них пакеты с подтверждением. Устройство их видит, устройство их из таблицы не удаляют. Следующий кейс как раз таки системы управления наружным освещением. Как оно теоретически выглядит, можно посмотреть на экране. Это трасса, это фонари вдоль трассы. Этих фонарей там много, их может быть 100-200 штук. В каждом из них устройство сиклопан и антенка торчит. Связываются они друг с другом, соответственно, по радио к ним. Проводом подходит только питание. Делаем тестовый стенд. Делаем 30-40 устройств, 50. Возникает проблема. 20 устройств. Как у нас? Устроен join в сеть. Устройства строят сеть между собой. Как только они видят координатора, они отправляют ему сообщение. Привет, я здесь, мой серийный номер такой, моя версия такая, я умею то-то и то-то. Координаторы им отвечают. Я тебя вижу, твое сообщение получится, ты включен в сеть. Возникает проблема. Устройства могут отправлять сообщение координатору, а координатор им уже не может отправить подтверждение. Проблема заключается в той же самой таблице маршрутизации. Записи в ней имеют не только ограниченное время жизни, но и количество этих записей тоже ограничено. Как правило, потребляемое памятью. Зачем вообще нужна эта таблица маршрутизации? Допустим, в The Wave ее сделано проще. Там координатор знает структуру всей сети, и он, когда хочет отправить кому-то пакет, он просчитывает весь маршрут. Допустим, координатор хочет отправить устройство номер два. Он записывает в пакет маршрут с устройствами 0, 0.1, 0.2 и отправляет его. Устройству не надо знать, где там находится это. Оно знает следующую точку. И оно отправляет этот пакет просто в следующие точки. Это хорошая стратегия, если забыть о том, что устройства могут выпадать из сети. Батарейка села, допустим. Торшер перенесли в другую комнату или еще что-то. Просто выключились. Поэтому в случае выпадения вот этого устройства из сети пакет вернется к координатору. Координатор скажет, сеть, тебе надо перестроиться. Сеть перестроится, он получит информацию о новой структуре сети, сможет просчитать новый маршрут и отправить его. Это большие задержки. В SIGSlowPani сделано более просто. Координатор просто отправляет сообщение следующему устройству. У него есть такая же, точно такая же таблица маршрутизации. И он согласно этой таблице отправляет сообщение следующему устройству. Хочет он достигнуть какого-нибудь вот этого устройства, он отправляет этому. Это отправляет этому, это этому, а это уже на конечный пункт. Если какое-то устройство выпало, то координатор об этом может и не знать. Он все равно отправит этому, а это устройство, увидев, что оно выпало, что оно не отвечает на его сообщение, сам перестроит маршрут, запустит локальную перестройку в процессе, который сформируется на новый маршрут от семерки к восьмерке, ему по сути даже не надо запускать перестройку, у него есть запасные маршруты. Он отправит просто сообщение по запасному маршруту. Вот так вот. Это более правильная вещь, на мой взгляд, потому что обеспечивает меньшие задержки. Мы увеличиваем количество маршрутов, таблицы маршрутизации и получаем корректную работу сети на больших количествах устройств. Фонарь. Фонарь висит на столбе. Фонарь залит герметиком, потому что там дождь, потому что там пыль. Это все в устройство попадать не должно. Но вот проблема. У нас выходит новая прошивка для этого фонаря. Мы не можем заменять все устройства, мы не можем послать монтеров с ноутбуком, которые будут подключаться к каждому устройству. Нам надо какое-то онлайн обновление. Проблема вторая. Все мы ошибаемся. Мы можем сделать прошивку, которая в реальных условиях начнет глючить. Тогда она просто не сумеет подсоединиться к сети, а следовательно мы получим из фонаря кирпич. Поэтому нам нужна технология, которая способна обновлять прошивку, в себе по воздуху, и B не допустит окирпичивания этого фонаря. Что мы делаем? В первую очередь мы начинаем использовать бутлоадер. Как устроена обычная прошивка микроконтроллера? У нас есть программа, у нас есть указатель на стартовый адрес. При запуске контроллера он передает управление на стартовый адрес, запускается программа. Мы добавляем бутлоадер и при запуске контроллера первым запускается бутлоадер. А только потом, если ему все нравится, если его все устраивает, он передает управление программой. Обновление у нас на данный момент реализовано вот так. Бутлоадер, ну, соответственно, контроллер загрузился, запустился, бутлоадер тоже запустился, его все устраивает, он передал управление основной программе. Программа соединилась с сетью, соединилась с координатором, видит, что есть новая прошивка. Координатор говорит ей, у тебя есть новая прошивка. Он передает эту прошивку кусочками основной программе, она ее записывает во внешнюю флеш-память. Как только она ее записала, она проверяет контрольную сумму. Если контрольная сумма совпадает, новый образ передан верно, она устанавливает флаг, готова к обновлению. И перезагружается, передает управление заново на стартовый адрес. Бутлоадер загружается, видит, что там есть флаг, готова к обновлению. Видит, что там есть новая прошивка. Так как он расположен в отдельной области памяти, он может перезаписывать основную программу. Он вытаскивает из внешней памяти этот новый образ программы, он записывает ее в основную память, сбрасывает флаг обновления, сбрасывает флаг запуска. Передает управление, соответственно, программе. Программа запускается, пытается соединиться с координатором, обращается к нему. Если все прошло успешно, то она устанавливает флаг, я запустилась, все корректно, и продолжает работать в нормальном режиме. Включает фонари, реагирует на нажатие кнопок и так далее. Если она не смогла соединиться с координатором, возникла какая-то проблема, я накосячил в программе, то она не устанавливает флаг успешного запуска, а вновь передает управление на стартовый адрес бутлоадеру. Бутлоадер запускается, как и при любой перезагрузке, смотрит в область флагов, видит, что там нет флага успешного запуска. Значит, он понимает, что у нас что-то не так с программой. Она не смогла соединиться с сервером, значит, она косячная, значит, какая-то проблема. Он берет из внешней памяти специальный образ с гарантированной рабочей программой, которая, возможно, устаревшая, возможно, без какого-то функционала, но она гарантированно работает. Если ее запустить, она гарантированно соединится с координатором и сможет у него запросить уже последнюю версию заново. Он перезаписывает основную программу этим образом, он называется золотой, и вновь передает управление на стартовый адрес. Программа гарантированно рабочая запускается, соединяется и может запросить прошивку заново. У нас есть еще одна попытка. В общем-то, все. Задавайте ваши вопросы. Спасибо. Да. Пакетов данных. Но когда у вас возникает ситуация, что надо передать критические данные, новый апдейт, новый образ, вам все равно нужно гарантировать. Я так подозреваю, у вас поверх UDP все равно какой-то, видимо, свой application layer, который контролирует, что все-таки пакеты дошли до адресата, правильно? Да, конечно. Но следовательно, какой будет overhead, например, если бы вы использовали TCP, а не свой application layer для этих целей? Стоит ли оно того? Во-первых, там есть подтверждение на физическом уровне, то есть при коллизии или помехе контроллер сам, радиочасть контроллера, по сути, сама переотправит пакет. Это уже снижает количество возможных проблем в передаче до довольно низкого уровня. Для критических данных, вообще для всех не некритических данных, конечно, у нас в нашем протоколе существует подтверждение доставки. Подтверждение доставки у нас – это второй пакет просто в ответ. А overhead TCP, насколько я помню, это только четыре пакета на установление соединения. Поправьте, если я не прав. Мы используем один пакет туда, и это уже отправка сообщений. И второй пакет с подтверждением обратно. То есть, например, если даже у вас посылается сигнал, включи лампочку, просто в ответ пришлете, да, лампочка включена, правильно? Или не контролируете это? Нет, конечно, мы контролируем. В ответ придет твое сообщение принято. Если устройство не видит этого сообщения в течение какого-то времени, оно посылает пакет заново. Без подтверждения ходят только совсем неважные данные, типа данных с датчика температуры. Ну, не пришел пакет и не пришел. Через 10 минут придет следующий. Потерять его не страшно. Ну, кстати, вот апдейт образа, когда вы закачиваете, он тоже по UDP идет с вашим application layer? Да, конечно. Но ведь, как сами сказали, overhead TCP только четыре пакета во время установления соединения. Но соотношение установления соединения с объемами данных, которые будут переданы в пакете обновляемом, там, ну, ничтожно, они вообще к нулю стремятся просто. Ну, пускай мы четыре пакета вначале пошлем, но потом мы будем иметь нормальное, стабильное соединение, чтобы передать большую пачку данных-то. Да, так тоже можно сделать. У нас просто весь протокол заточен именно по UDP. Поэтому я не вижу особого смысла конкретно для передачи обновлений использовать другой протокол. Ну, пакет с обновлением вся прошивка весит 50 килобайт. Это 300 пакетов примерно. 300 пакетов по 200 с копейками байт. В ответ им приходит 5 байт. О, нет, нет, нет. Я согласен. Это overhead. А какой минус overhead? Ну, то есть ради того, чтобы передать как можно меньше данных, нам позволяет скорость, нам позволяет емкость сети. Ну, пусть будет. Да? Энергомера Ставрополь. Подскажите, пожалуйста, есть ли опыт реального объекта, где используется SixLowPan, Васуна и максимум сколько точек? Реальные объекты расположены у нас в офисе. Это где-то точек 5 у меня дома. Это точек 20. И на тестовом объекте, как раз-таки на площадке, где мы тестируем фонари, это 100 точек. А тестовый объект, там площадь какая? Это улица, я не знаю, какая площадь. Спасибо. Это умный дом. Управляют освещением. Это выключатели на стенах, которые, в общем-то, дублируют. Простые физически, но с тем, но с дополнительным функционалом, что я могу выходить из дома, нажав выключатель, у меня во всей квартире сразу выключится свет. То есть там можно гораздо более гибко конфигурировать, что я хочу включить, что я не хочу включить. Это реле, собственно, для света. Это датчики движения, которые включают в некоторых местах свет в зависимости от времени суток. Я ночью в туалет иду, у меня такая мягкая подсветка, чтобы я мизинцем о тумбочку не ударился. Я прихожу вечером домой, в коридор захожу, у меня свет включается. Мне не надо шарить в темноте выключателем. Сейчас пока только освещение и температура. Планы грандиозные. Отопление, вентиляция, кондиционирование, управление кондиционерами. Очень много можно сделать не в плане железок. То есть железки, они в принципе все достаточно простые. Они на рынке все есть, а именно в плане логики. То есть это и просто сложная логика, это и удаленное управление, это и идея, которая у нас давно есть с нейронной сетью. Есть нейронные сети, которые могут обучаться без учителя. Им подаются на вход данные, сеть принимает какое-то решение, выдает его на выход, а вы ей говорите, ты правильное решение приняла или ты неправильное решение приняла. Через несколько сотен тысяч таких итераций она внутри себя выводит какие-то правила, согласно которым она может принимать правильные решения. мы собираем массив данных с выключателями, с датчиков движения, с датчиков температуры, подаем его на вход нейросети и смотрим, что она выдает. У нас получается какой-то период обучения, типа в месяц, где мы эту сеть не выпускаем в реальный мир, а просто сравниваем ее действия с тем, что делает пользователь. И когда эта нейросеть начинает действовать так же, как действовал бы на ее месте, как действует пользователь, мы просто начинаем напрямую ее выходы перенаправлять на систему управления умным домом. И получается, что она предугадывает действия пользователя. Мы заходим в коридор, она включает свет. Мы ложимся на кровать ночью, она плавно свет гасит. Причем ее этому никто не учил, никто не прописывал жесткую логику о том, что если кто-то лег на кровать в 23 и позже, надо выключить свет. Она научилась этому сама. Если вы начнете ложиться в 4 часа, то она постепенно опять переучится. Цена модуля зависит от его функционала. Если вас интересует цена рыночная, то мы ее еще не считали. По себестоимости это порядка 500 тысяч рублей на более-менее крупных партиях, больше сотни. Что вы понимаете под бюджетом? Я понял сейчас. Грубо, 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 конечно грубо. Точнее не получится. Я потратил около, наверное, 30 тысяч, но если считать цену устройств. Но следует понимать, что это конструктор, он избыточен, он заказывается малыми партиями, за счет этого он дорогой. Когда у нас будет время для этого, мы сделаем отдельное устройство для умного дома, которое будет меньше, которое будет дешевле, которое будет проще. Мы планировали где-то к лету, но вот что-то лето уже начинается, а мы все еще занимаемся фонарями. Но думаю, до конца года какой-то уже возможный, в смысле набор для умного дома, который можно будет взять, поставить и пользоваться будет, возможно, даже до конца лета. Я очень этого хочу. Я правильно понимаю, что по логике обновления, но вот если пришел косячный образ, дальше грузится обратно золотой, дальше он обнаруживает снова новую версию, опять грузит косячный. И, собственно, этот цикл продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не хватится и не положит в некий репозиторий какой-то обновленный образ правильный, который заработает. Это зависит от того, как запрограммировать логику. В самом простом случае можно просто выдавать оператору сообщение, что узел такой-то, не смог загрузиться и был переброшен на золотую версию софта. Разберитесь-ка с ним. Может, он сам дохлый, может, у него антенна отвалилась, может, действительно образ для обновления неправильный залили. Еще вопросы? Да. Да. В сети есть, грубо говоря, три вида устройств. Первое – координатор. Второе – устройство – ретрансляторы. И третье устройство – в контике их называют листья, потому что они всегда расположены на краях дерева, и к ним не могут подключаться другие устройства. Они могут только сами передавать и принимать. Экономия касается только батарейных устройств, потому что в других этого смысла не имеет. А пересылать чужие сообщения за счет своей батарейки – это странно. Все. И Uhr. Уже. Это странно. Игра. 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 Игра.